Здравствуйте всем! Это наш второй видеоотчёт о результатах дистанционного лечения и о результатах поездки в центр БР Давид в город Иерусалим. Начну с того, что мы познакомились с Давидом в марте месяце этого года, и у нас было более 10 сеансов. Эти сеансы дали нам очень много, у нас появился, улучшился глазной контакт, у нас появились некоторые слова, он стал называть меня мамой, он перестал относиться ко мне как к мебели, стал более улыбчивым, эмоциональным, более контактным, у него разнообразились игры, но оставались ещё проблемы с речью, он не мог произнести слова, у него были проблемы с пищеварением, и у него была постоянно горячая голова при отсутствии температуры, и что мне было странно, никто из врачей не мог объяснить причину этого, все говорили о терморегуляции, наладке организма, но никто не говорил, что возможно проблемы с воспалением есть. Были все анализы на руках, но нигде не было упоминания о том, что у него есть воспаление какое-то. Мы поехали туда с документами, подтверждающими некоторые его проблемы, но в центре нам без документов был сразу поставлен точный диагноз. Мы поехали на три недели, в первый же день нам был поставлен диагноз, и определены причины такого состояния ребёнка и матери. Обо всём по порядку. В первый день приезда мы попали в эту замечательную семью. Нас встретили очень радушно и тепло, за что отдельное спасибо, потому что дорога была сложной для ребёнка, и достаточно долгая, и непривычная. Мы летели в общей сложности 9 часов, у нас была небольшая пересадка, ребёнок устал. Тем не менее, в первый день пребывания там у него уже появился кое-какой результат. Несмотря на то, что ребёнок устал, не спал, в первый день пребывания он уже... Произошло чудо, он начал говорить новые слова. «Спасибо» сказал впервые и сказал слово «да». С Давидом на протяжении всего лечения у моего сына, трёхлетнего Мирона, был хороший контакт с Давидом, то есть у них сразу были очень хорошие отношения с друг другом и полное понимание. Если я иногда не всегда понимаю ребёнка своего и что он хочет мне сказать, то Давида он слушался прекрасно и сразу почувствовал в нём, наверное, наверное, почувствовал в нём сильную личность сразу. Что я хочу сказать по лечению? Лечение было мягким, плавным, всё происходило естественно, никакой боли, никаких неприятных ощущений. Разве только что, когда выставились иголки, потому что это в принципе могло быть страшно, но не столько больно, сколько страшно для малыша. А так, после лечения чувствовалась сильнейшая усталость, чувствовала, что не хватает организму энергии, постоянно хотелось спать, но это было скорее на пользу, чем во вред, потому что организму требовали силы для лечения. Мы провели там три недели, и я сейчас расскажу о наших изменениях. Мы едим сами, без помощи, едим очень разнообразно. У нас появились многие новые навыки самостоятельные, тот ребёнок чистит зубы, сам ставит накладку, ходит без проблем в туалет, то есть запоры прикрасились у нас. Он стал пытаться полностью произнести слово. я бы настаиваю на том, чтобы он произнесел полностью, он, конечно, ленится, но по крайней мере у него стало получаться. Он стал каждый день выдавать новые слова, он стал фантазировать перед зеркалом, фантазировать в играх, он стал воспроизводить сюжеты просмотренных мультиков, накануне мультиков, то есть он смотрел мультик, где животные выбирают себе маму, где верблюд встречается с верблюжонком, курочка с цыплёнком, и стал воспроизводить те же самые сюжеты в своих играх. То есть он кричал «Мама, мама!» и соединял животных парно правильно, чему я была очень рада. Это для меня было такой неожиданностью, что он стал копировать сюжет. Ребёнок запоминает некоторые вещи лучше, чем раньше, он стал адекватно реагировать на некоторые мои просьбы. Сейчас я скажу, что, конечно, у нас есть к чему стремиться, но здесь больше уже проблемы воспитания, и необходима постоянная работа по восстановлению, обучению, но основные проблемы как-то были решены. У ребёнка больше не горячая голова, у него, как я сказала, улучшился стул, и у нас была такая проблема, первые секунды после сна он вёл себя немножко неадекватно, странно размахивая руками перед глазами, его как немножко потряхивало. А сейчас такого нет. Он просыпается сразу с улыбкой, открывает глазки, без капризов, спит всю ночь, чему я очень рада. И спит более спокойно, чем раньше. Сама я стала лучше себя чувствовать, лучше ощущать и, как сказать, радоваться жизни. Мне появилось желание жить, желание что-то делать для себя, для сына, самореализоваться появилось желание. То есть захотелось жить реально, в душе появилось такое приятное тепло и спокойствие. Я хочу сказать, что поездка дала нам очень-очень много. Если я... Конечно, я не всё могу уместить в один видеоотчёт, все эмоции, чувства не передать. Но единственное, что я хочу сказать, что осталась огромная теплота и благодарность этой семье за то, что они творят чудо с нашими детками и с родителями в том числе. Я хочу сказать спасибо вам, Юсефа, Давид, вся ваша замечательная команда, за то, что вы так тепло и так по-семейному приняли нас, за то, что вы помогли нам в решении наших проблем. Я очень благодарна вам. И я надеюсь, что в дальнейшем у нас сложится всё хорошо с сыном. Я в этом уверена. Я знаю, что дальше будет только лучше. Потому что развитие его каждый день меня радует. У него есть что-то новое каждый день. Обязательно либо слово, либо какое-то действие. Он очень много фантазирует. Он играет с детками теперь. Уже там, в центре, он начал играть с детками, с девочкой. Они так замечательно друг с другом общались, как абсолютно здоровые дети. Они обнимались, ссорились, дрались, делили игрушки. То есть были полностью вовлечены в игру и процесс общения. Чего мы все так желаем, когда наши детки ведут себя неадекватно. Мы так хотим, чтобы они играли. Теперь мы этого дождались. Слава Богу. Спасибо вам ещё раз за ваши тёплые отношения, за то, что вы сотворили с моим ребёнком чудо. Я желаю вам благополучия и счастья. Мне просто не хватает слов, чтобы выразить все свои эмоции. Спасибо вам. Мы вас любим. И мы вас помним, потому что вы стали нам второй семьёй. До свидания. Продолжение следует...